сегодня в выпуске в рабстве держали денег не платили до сих пор обижают бывший солист ласкового мая юрий шатунов обвинил своего экс благодетеля андрея разина во всех смертных грехах слава ласкового мая нынешним артистам даже не снилось не было у нас в стране группы по которой так сходили бы с ума в этом году у легендарного коллектива юбилей 35 лет назад мальчишки впервые вышли на сцену большинства музыкантов уже нет в живых но до сих пор здравствует два главных персонажа продюсер андрей разин и солист юрий шатунов видимо в честь праздника бывшие закадычные друзья снова расчехлили гранатометы и вышли на очередной виток своей затяжной войны недавно мы уже рассказывали в свои предыдущих видео о шоу андрея малахова и о том что юра снова 1 июня проиграл суд по авторским правам своих песен бывшему продюсеру ласкового мая андрею разину юрий шатунов специально прилетал в марте в россию из германии где живет уже больше 20 лет но вовсе не для того чтобы с коллегами поднять бокал шампанского за легендарную группу его к себе на ток-шоу позвал андрей малахов разин как только узнал об этом сразу взбеленился он был уверен что ждать хорошего от такой передачи не стоит вылет на его голову шатунов очередной ушат помоев в ссоре они уже много лет когда-то деньги не поделили и права на песни слово за слово и прилюдно друг другу наговорили столько что стали лютыми врагами андрей имей в виду если эта передача выйдет в эфир то три миллиона людей которые в течение недели заходят на мою страничку в инстаграме увидят такие подробности твоей личной жизни от которых у них на голове волосы зашевеляться стал угрожать разин малахову но малахов оказался не испугливых программу в эфир все же выпустил и юра шатунов мелочиться в откровениях не стал сразу рассказал что его в детстве фактически держали в рабстве сначала директор детдома которая была юриным опекуном а потом и андрей разин про огромные деньжище которые зарабатывал в группе благодаря разину юра конечно не вспоминает зато сильно возмущается что продюсер запрещает ему исполнять песни ласкового мая права на хиты седая ночь белые розы розовый вечер и другие принадлежат андрею а договориться с ним у шатунова не получается я являюсь заложником этих песен признается певец который понимает что без хитов ласкового мая он мало кому интересен пользуясь этим разин принуждением и манипуляции заставил меня сделать его крестным моего сына но за 13 лет он ни разу даже не позвонил мальчику по телефону бывший солист категорически отвергает саму возможность перемирия с андреем не видеть не слышать его не хочет а вот с сергеем кузнецовым который когда-то сочинил все лучшие песни ласкового мая отношения поддерживает композитора и поэта в свое время из группы выгнали за пьянство сейчас он живет в оренбурге в малогабаритной двушке со своей 90-летней мамой получает пенсию 8000 рублей и да по-прежнему выпивает все вранье разобраться в ссоре разина и шатунова человеку со стороны довольно сложно ведь они то друг друга проклинают то вдруг мирно отдыхают вместе два года назад например юра перенес операцию больной зуб дал серьезное воспаление на гайморову пазуху выйдя из больницы певец отправился восстанавливаться в сочи в 2005 году мы отдыхали с ним в красной поляне теперь он расположился у меня в отеле разин радовался тогда андрей и строил планы в октябре вновь начинаем гастрольные туры по стране но между ними снова пробежала черная кошка разругались вдрызг и никуда не поехали теперь шатунов обвиняет разина в присвоении его заработков а тот в свою очередь утверждает что выплатил ему по решению суда отступные 10 миллионов долларов юрий сам ранее заявлял что получил все заработанные им деньги а сейчас получается утверждает обратное это вообще немыслимо изумляется разин да и про директора детдома вранье венедиктова приняла шатунова без документов спасла его если бы не она юра оказался бы в труд колонии она его устроила в интернат а этот тип сегодня открывает рот против нее он благодаря ей получил квартиру в москве единственный из выпускников детского дома а кузнецову я юра помог он продал мне права на песни и на эти деньги купил квартиру где по сей день живет а до этого каждый месяц получал зарплату от меня хотя не работал просто зато что написал песни для ласкового мая разин снова грозит судами шиту нову теперь уже за клевету малахову за то что выпустил юру в эфир судя по всему теперь у акс солиста ласкового мая будет повод чаще приезжать в россию не только на сборные концерты подзабытых звезд но и на судебные заседания и очередные телепередачи где они с андреем разиным будут тягаться компроматами друг на друга